итак еще одно открытие почти через неделю после дня города в москве повелецкой площади открылся новый ландшафтный парк а скоро здесь появится торговый центр который будет подземным 20 лет были строительные леса все было за забором идея по строительству торгового центра возникло еще 90-е годы это 30 лет назад и теперь у двух танцам тропы вилецкая звуковецкой и кольцевой линиях красных холмов дома музыки вилецкого вокзала появился парк теперь садового кольца все это видно детские площадки день выходной суббота 18 сентября вечер сумерки скоро стемнеет конечно новые парки они отличаются от старых под этим парком спрятан целый город площадью 73 тысячи квадратных метров и сейчас готовность подземного торгового центра составляет 90 процентов наконец-то стало видно павелецкий вокзал я скажу честно я сам никогда его вблизи не видел вот наконец этот день настал вчера стоялась открытие парка в пятницу 17 сентября фонтанчики ответная подсветка трамвайные маршруты впереди кольцевой автобус на еще года два назад это был троллейбус все троллейбусы мы собрали осталось только музейный казанского вокзала садовое кончо этот автобус он едет по кругу красивое здание бизнес-центр павелецкая плаза красивое здание павелецкая площадь который положен этот парк начинать свою историю почти сто лет назад с 1922 года сначала она называлась саратовской площадью по первоначальному до 3124 года названию павелецкого вокзала затем ленинская площадь окружают площадь улица зацепский вал то садовое кольцо кожевническая улица бахрушина дубининская улица как и на моем предыдущем видео про благоустроенные набережные тоже южная часть центра москвы район замоскворечье театр пешеходные дорожки фонтанчики детские площадки и этот парк необычный тем что он находится на крыше будущего торгового комплекса трава и площадка реклама не везде еще есть доступ еще работают строители но полностью здесь он работает когда заработает торговый центр и благоустройство павелецкой площади наконец завершится потому что это в принципе долгострой который был почти 20 лет тем более центре москвы по газонам конечно ходить запрещено скоро здесь появятся деревья и кустарники пока парк только открылся парки в этом году еще не открывались последний парк который я снимал открытие после реконструкции северный речной вокзал было это год назад начале прошлой осени такие детские площадки есть парке декабре 2017 года одобрили проект по строительству нового торгового центра днем будет подземная стоянка и станции метро павелецкая появится новый вестибюль вообще все павелецкая получил свои названия по поселку павелец в рязанской области и вокзал и станции метро и площадь некоторые улицы и проезды в москве связаны вот с этим и в этом поселке есть безнаружная станция павелец тульский управление москвы это южная среди фонтанчики под светкой а вот вход в будущий торговый центр все пока за забором я приближаюсь к павелецкому вокзалу поезда с него идут в южные районы москвы московской области видное домодедово и ступино такое красивое здание павелецкого вокзала но в следующем году когда я буду снимать все старые железнодорожные вокзалы я покажу этот вокзал по подробнее здесь в противоположной стороне тоже пока все закрыто будет тоже выход из ТЦ вот есть даже проект чтобы глухлостью завершится здесь брать информацию из источников глухлостью скорее всего завершится даже в конце этого года к новому году летнее время теплая погода вот так будет выглядеть благоустроенная павелецкая площадь но это не все есть еще несколько фотографий проект их и снова доступ еще закрыт вот такая площадка которую я уже сегодня снимал в принципе парк по площади не очень большой не сравнится с крупными парками такие как парк Горького парк Северного речного вокзала даже парк Зарядье побольше чем этот парк даже в Москве такие по площади парк есть то он называется по-другому но это скверы в общем пока я готовился к этому видео я пересматривал старые фотографии павелецкой площади и в конце я их добавлю как выглядела павелецкая площадь до строительства когда еще было видно павелецкий вокзал на фото будет показано это площадь 40 лет назад чуть больше 1950 год а на видео 18 сентября 2021 года вечер а сам павелецкий вокзал был открыт на рубеже 19 и 20 веков в 1900 году в прошлом году ему было 120 лет С павелецкой площади увидимся когда откроют подземный ТЦ с Курской Когда откроют первый выход С МЦК в октябре Приглашаю всех на свой канал Впереди у нас холода Поэтому смотрите видео А также оставляйте комментарии Ставьте лайки И подписывайтесь на канал До скорого! Скоро увидимся!